И всем привет, мои дорогие друзья, с вами Лаймстоун, и перед тем, как мы начнем это видео, ведьма на 3 часа! И снова всем привет, друзья, с вами Лаймстоун, и сегодня у нас будет не обзор мода, не обзор... Я вообще делаю какие-то обзоры, кроме обзоров модов. В общем, сегодня у нас будет не обзор мода, сегодня у нас будет обзор датапака. Да, именно так, точнее даже двух датапаков, которые добавляют к нам в Майнкрафт два типа новых классных орудий, которые позволят нам разносить наш мир, убивать мобов, делать всякие клевые классные штуковины и тому подобное. И давайте же приступать. Ну и в общем-то, первый датапак нам добавляет вот такое вот интересное оружие под названием Epic Gamer Weapon. Выглядит оно, честно говоря, весьма внушительно, потому что это у нас, по сути, вот такой вот трезубец, который торчит из арбалета, но мы при этом держимся за лук, и по разным сторонам у нас торчат вот такие вот незритвый меч и, конечно же, топорик. И, в общем-то, эта штуковина нам нужна для того, чтобы, конечно же, стрелять. Вы просто берете и начинаете ей стрелять, как из обычного лука. Мне очень нравится анимация, у нас натягивается арбалет, и, как вы можете видеть, мы стреляем сразу и стрелами, и трезубцами, и всем, чем вы только захотите. Просто берем и делаем вот так. Да, как-то так это и работает. И, в общем-то, вы просто один раз зажимаете, и сразу получаете вот такой вот безумный, непонятный, непостижимый град. Просто вот так вот раз, и все. И вот так вот это и работает. И следующий датапак нам добавляет уже вот это вот оружие. Это уже у нас Epic Gamer Weapon 2.0. И, в общем-то, это у нас несколько более прокачанная версия данного оружия. И выглядит оно уже как-то более внушительно. Давайте я натяну, чтобы вы могли посмотреть. Но, в общем-то, все равно плохо видно. Но, тем не менее, это у нас уже практически все то же самое. Только там еще добавляется паутинка, там добавляются огненные шары. И, в общем-то, да. И стреляет оно тоже не менее внушительно. Тут у нас вылетает все то же самое. Плюс, конечно же, фаерболы. Честно говоря, это даже немножко громко. Поэтому я, наверное, сделаю на видео звук потише. Но, тем не менее, это очень круто. Просто посмотрите на это. Мы берем и буквально за секунду уничтожаем весь лес. Давайте на счет 3 я просто стрельну по деревне. Вот так вот проведусь. И мы посмотрим, что от нее останется. Раз, два, три. И поехали. Мне кажется, я нажал больше одного раза. В общем-то, да. Да, пожалуй, это даже слишком эпичное оружие, чтобы его можно было давать детям в руки. Если у вас есть дети, срочно отберите у них этот датапак. И давайте теперь посмотрим, как крафтятся эти орудия. Вам понадобится лук, арбалет, трезубец и из одинакового материала сделанные топор и меч. И вы получаете вот такую вот книжицу. Но как только вы ее берете, то сразу она у вас превращается вот в такое вот оружие убийства и все сокрушения. Вот таким вот образом. В общем-то, для того, чтобы видеть именно само вот это вот орудие, чтобы вы могли наблюдать и за анимацией, и за тем, чтобы, в принципе, у вас все работало именно вот так, но именно сам вид оружия, вам понадобится, конечно же, скачать соответствующий ресурс-пак. И, в общем-то, он у вас скачивается по ссылке в описании. Он точно там же, где и этот датапак. В общем-то, вы там все найдете. И уже второе супермощное оружие крафтится вот таким вот образом. То есть вам понадобится сделать точно такой же крафт, как был до этого, только добавить к нему паутину, два огненных шара и, конечно же, дыхание дракона. Вы опять-таки получаете необычную книжицу, которая у вас превращается в это самое эпичное оружие. Господи, как же оно классно выглядит. Вы просто на это посмотрите. Тут все есть и фаерболы, и паутина, и чего здесь только нет. Давайте я подлечу, и мы все-таки на него посмотрим. Ооо, да, какое же оно все-таки классное. И, в общем-то, вы могли заметить, что я скрафтил наше оружие отнюдь не из Незерита, а из алмазов. Дело все в том, что, как я говорил в начале, для того, чтобы скрафтить это оружие, вам понадобится взять два инструмента, а именно меч и топор, двух одинаковых материалов. В общем-то, вы можете крафтить это оружие из любого материала, который вам доступен. Ну, из ванильного, конечно же, Майнкрафта. То есть это может быть и дерево, и железо, и так далее, и тому подобное. И давайте мы с вами сравним. Да, давайте мы с вами сравним два типа оружия. Дело все в том, что, скорее всего, ввиду того, что, ну, Незерит вы вряд ли найдете в Майнкрафте, вам будет доступен именно вот такой вот вариант этого оружия, который сделан из алмазного меча и алмазного топора. Дело все в том, что эти орудия у нас отличаются по уровню своей мощности и крутости в зависимости от того, какой материал, ну, точнее, из какого материала они сделаны. Поэтому давайте сравнивать. Первый у нас деревянный. Итак, давайте посмотрим, как будет выглядеть стрельба из него. Мы натягиваем. И, как вы можете видеть, вылетел всего один огненный шар. По-моему, парочка стрел. И, в общем-то, кстати говоря, стрелы оставляют после себя паутину. И вроде бы полетел один трезубец. Давайте мы посмотрим. И кажется, да, вроде бы, вроде бы он возвращается назад. Да, как вы можете видеть, всего три стрелы. И вот он, вот он, наш несчастный один трезубец прилетел. Но если вы берете алмазный, то тут уже вылетают сразу множество и огненных шаров, и стрел, и всего на свете. И выглядит это действительно круто. Поэтому, в принципе, если вы хотите немножко подурачиться с вашими друзьями, немножко пострелять огненными шарами во все стороны, вот таким вот образом. И, в общем-то, вы можете скачать этот датапак. Вам будет интересно, я уверен. Но, кстати говоря, пока не забыл сказать, если вы будете использовать это оружие вне креатива, то есть в сурвайвале, вам, конечно же, понадобятся снаряды, а именно стрелы. И, как вы можете видеть, если я сделаю один выстрел, то количество моих стрел уменьшится. И, в общем-то, за каждый выстрел у вас тратится всего лишь одна стрела. То есть, казалось бы, вы стреляете огромным количеством и стрел, и фаербол, и трезубцев, но у вас тратится всего лишь одна стрела. Вот такое вот веселое оружие. И давайте мы с вами замутим сразу же то самое, ради чего мы все здесь собрались. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И, в общем-то, вот он визор, и теперь я попытаюсь его убить с помощью нашего супероружия. Итак, дружище, давай, появляйся, посмотрим, насколько ты крутой. Итак, первый выстрел пошел, и, как вы можете видеть, визор сразу же потерял огромное количество своего здоровья. В общем, я убил его за два выстрела, это даже как-то не очень интересно. Но, в принципе, да, вот такая вот мощная штуковина, что, в общем-то, я бы очень боялся того игрока, который на меня бы вышел с нею. Я даже не знаю, как бороться с такой напастью. То есть, просто представьте, что вы вышли погулять, и тут вам в лицо прилетает вот такое-то огромное количество фаерболов. Овечку жалко. Но на этом наше видео еще не заканчивается, потому что мы отправляемся... Да, именно в край. И давайте же мы посмотрим, где наш эндер-дракон. Вот он уже готовится, он уже ждет нас, и он готов получить, конечно же, струю фаерболов себе в лицо. Дружище, давай подходи поближе и... И, в общем-то, он уже получил первую порцию, давайте вторую, посмотрим, получится ли попасть. И, в общем-то, все. Опять-таки, за два выстрела я победил самого сильного босса в игре. Вот такие вот интересные у нас два датапака. Я думаю, что интереснее всего было бы поиграть с этими датапаками и попробовать убить всех этих боссов, скорее всего, в самом сурвайвале вместе с вашими друзьями. Думаю, это было бы действительно что-то интересное. Но будьте осторожны, как вы видите, если вы будете стрелять в сурвайвале из этих орудий, они у вас будут тратиться. Ну, в общем-то, на этом наше видео мы, скорее всего, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, зовите друзей, оставляйте комментарии, а также не забудьте подписаться на канал. С вами был, кто бы вы думали, Леймстоун. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok